Я уже в который раз пытаюсь записать это видео с закрытием петель, и все, у меня, тут у меня всякие клубочки, клубятся клубочки. Я уже, видите, даже сколько провязала, вот с момента первого видео, которое вы видели, вечернее освещение, цвет изделий, даже уже другой, мне кажется. Ну, еще раз скажу, насколько это сложно, и если отвлекаешься, и если не с первого раза у тебя получилось это сделать, то, конечно, это нелегко. Спицы, пони, я еще раз повторю, как я довольна ими, потому что верхушку я могу спокойно закрывать этими спицами, ничего не переснимая никуда. Почему записываю еще раз? Потому что я уже чувствую, что я забуду, я не сразу вообще обратила внимание на такую особенность. Еще раз показываю, я не знаю, какой раз я записываю, но, надеюсь, я запишу более-менее понятно, уже было 3-4 попытки. Вы знаете, одна попытка хорошая была, я так, вроде бы, все было видно, не где-то вот тут я провязываю там что-то, и не как-то оно там не фокусируется, а тут еще иногда я показываю вот здесь, вот здесь показываю. Такая хорошая была попытка, но я удалила случайно, да, так тоже бывает. Я, конечно, удивляюсь людям, которые могут профессионально работать с YouTube-каналами, являются блогерами и так далее. Итак, тут уже у меня спицы нету, чтобы показать, сейчас я, как девочки делают маркеры из, сейчас секундочку, из сережек, так я сделаю из сережки указку. Вот я ее сняла, такая у меня сережка, со совам уже, вот есть у нас такой производитель, очень мне нравятся эти серьги, очень красивые они. Они вот так вот цепляются, одеваются в ушко, и вот к лицу одна, вторая, и вот такая, две такие дуги смотрят в сторону овала лица, вот такие сережки, но не суть. Я люблю вот такие минималистичные украшения возле лица. Руки люблю, чтобы, конечно, были нарядные, но, а серьги люблю, чтобы были минималистичные. Итак, центральная дорожка, вот она, вот эта центральная петелечка идет, которую все время, это петля клина, и к ней убавляются, убавляются петельки, да. С одной, вы можете разделить, ну, обычно делят на 4, можно, наверное, на 6 делить, может еще на сколько-то, ну, я на 4 делю. Оставляю одну центральную петлю, ну, вообще, она не обязательно должна быть лицевая, это центральная петля, может быть, изнаночная, скорее всего, тоже, может быть, две лицевые, три лицевые, смотря, что вы вяжете, как, как все получается. Наверное, может быть, даже две лицевые, если резинка 2 на 2 и прямо вот две лицевые петли, шапка провязанная резинкой 2 на 2, и так их и оставить, и к ним связывать. Итак, вот здесь, наверное, видно, иногда это делают специально, когда при убавлении петель в сторону, видны вот такие накрытия петли, видите, раз петля накрыта, два петля накрыта, я, например, провязала ряд убавок, потом провязываю два ряда без убавок, еще раз, ряд убавок, два ряда без убавок, шаг может быть разный, все зависит от того, насколько вы хотите макушку выше сделать, или прям быстро ее закрыть, сделать круглой, ну, сколько у вас петель на шапочке, потому что у меня-то 80 петель на шапке, если было бы 128, я бы в каждом ряду закрывала, потому что у меня вот такая была бы тут тыковка на голове, по сути. Может, я ошибаюсь, я не знаю, я впервые в этом сезоне вообще вяжу шапки, вот такие сезоны зимы приходят, осень, зима, вот я вяжу шапки и пробую разные-разные варианты. И вот мне не нравится, потому что здесь иногда, мне кажется, это красиво, когда вот явно виден этот такой из ниточки, из петелечки, да, это одна из сторон петельки, вот она сверху, вот так. Я подумала, что надо как-то бы этого избежать, и они в основном у меня были с этой стороны, здесь, в принципе, как-то более ровненько, и, ну, только, может быть, если я не аккуратно привязала, но провязала, но при стирке это уйдет. А вот тут они были, а вот здесь хорошо видно, видите, как ярко выражены, прямо, ярко выражены. И вот я начала пробовать закрывать по-другому. Так, откладываю сережку, нужно ее не забыть, пускай может здесь лежит. Так, здесь у меня клин уже провязан, я сейчас к другому клину дойду. Вязание по кругу, здесь у меня лицевая гладь, все провязываю за переднюю дужечку петли. Так, стеночка петелечки смотрит за две петелечки до первого маркера. Маркеры у меня висят, выделяя вот эту центральную петлю. У меня одна, их может быть две, их может быть две изнаночные. Так, я неправильно провязала, нужно за две петелечки оставить, а я одну снимаю. Так, и вот у меня две петли. Эти петли смотрят на меня своей передней или правой стенкой, они смотрят на меня. Для того, чтобы сделать убавку влево перед маркером, да, мне нужно их для начала развернуть. Сняла, развернула, чтобы стеночка петелечки смотрела от меня, да, в ту сторону. Левая на меня, правая была за спицей, так, развернула. И вторую я же их буду вместе, да, убавлять. Вторую тоже нужно взять и развернуть. И все, две петелечки, которые я буду убавлять за вот эту вот заднюю стеночку, вот такая будет лицевая провязка, я их убавляю. Все, вот такой вариант, очень часто я встречаю, но тут, видимо, уже сработала какая-то насмотренность, или много-много же смотришь всего, разные люди разные вяжут. И в какой-то пряже, кстати, незаметно этих таких перекидов, а здесь заметно. Мне захотелось подумать, как их можно убрать. И вот я начала пробовать. Я развернула, провязываю за заднюю, и я получаю вот этот нахлёст. Поэтому я делаю по-другому. Эту петелечку, вот они две, для того, чтобы сделать убавку. Нить за работой, скажем так, я эту снимаю петельку. Эту тоже снимаю, придерживаю ее. Но самое важное, придерживаю впереди, не сзади делаю, не за спицей, а делаю на себя впереди. И переодеваю их местами. Раз, эту одела, и теперь вот эту одеваю сверху. Вот так. И провязываю за заднюю стеночку лицевой маркер, перебрасываю. Здесь у меня центральная петля за переднюю, провязываю лицевой маркер, перебрасываю. И здесь у меня дальше, сейчас нужно подвинуть спицы. Ой, так, сейчас, сейчас, подвините, как уже совсем очень близко подошла к макушке. Все никак не могла, это ж я уже какую-нибудь попытку делаю, все никак не могла записать. Так, подвинем, подвинем петелечки. Вот спицы, конечно, в этом плане пони, мне очень нравятся. Здесь нет вообще никакого вопроса с переходом на Magic Loop или на платочные, чулочные, вернее, спицы, да, для спицы, для насочной вязки. Так, перебросила маркер и теперь у меня еще две петелечки, вот они на меня смотрят, своими передними стенками, мне нужно убавить вправо, чтобы они смотрели вправо. И я их провязываю лицевой за переднюю стенку, вот так вот. Те я провязывала сзади спицы лицевой в ту сторону и здесь я поменяла их местами. Здесь я ничего местами не меняю, просто за переднюю стенку провязываю лицевой вяжем дальше до следующего маркера. Так, вот такой бантик и две петелечки до маркера. Передняя смотрит на меня, разворачиваю, чтобы она была сзади. Передняя смотрит на меня, разворачиваю, чтобы она была сзади. Переодеваю и за заднюю стенку, но тогда будет бугорчик такой, да, будет видно, как ложится петля. Иногда это очень классно. В этой шапочке, именно в этом цвете, оно как-то не очень хорошо смотрится, хочется, чтобы кусочка до кусочки была. Поэтому снимаю эту петлю, снимаю эту петелечку, держу не сзади, переодевая их, да, вот так же можно сзади держать, переодеть. Будет тоже некрасиво, будет такой же бугор. А держу впереди, то есть вторую петелечку, держу, эту первую одеваю, соблюдаю, чтобы все стеночки назад смотрели. Я же буду за 10 провязывать лицевой. Вот, все переодела и провязываю. Вот таким образом. Это у меня центральная петля. Да, здесь должен был бы быть маркер, но у меня не все маркеры хватает. И вот здесь у меня две петелечки, ровно смотрят на меня. Я их провязываю лицевой за переднюю стеночку. И они уляжутся, будут смотреть тоже в сторону маркера. Вот так вот. Так, и ага, здесь еще у меня перед началом ряда маркером, кстати, будет еще одна убавка. Провязываю за переднюю. И вот здесь можно еще раз так для... Чуть-чуть все-таки передвину. Видите, уже как мало. Но останется около 16-20 петель, наверное, у меня получится оставить. Мне кажется, даже 10 петель этими спицами можно закрыть. Это для них не вопрос за счет вот этого угла и очень-очень мягкой лески. Она никак не растягивает ни пряжу, ни петли. Мягенькая-мягенькая. Так, две петелечки снимаю, разворачиваю. Раз, развернула, держу на этой спице. Сняла, развернула, чтобы передняя смотрела назад. Все, они у меня вот здесь одеты. И теперь мне нужно эту снять. Вторую петельку вывожу вперед, держу ее. Раз, одела. И тоже одела. Нужно смотреть, чтобы она так и сохранила свое расположение. Так, все. Вот таким образом перекидываю. Да, перекидываю маркер, провязываю дальше. Сейчас у меня уже будут ряды без убавок. Просто буду лицевыми по кругу. Два раза провяжу. Потом еще раз сделаю убавки. Так. Еще раз делаю убавки. Но здесь уже совсем. Видите, какая маленькая остается. Все меньше и меньше. И вот там, где я... Ага, вот здесь я хорошо уже начала выполнять. Я же не сразу это начала делать. Но здесь хорошо видно, как уже нету этих бугорков. Здесь вот только вот здесь. Вот с этого момента. Да, здесь их полно, этих бугорков. Вот тут я, видимо, неаккуратно сделала. Или ошиблась и не провернула. Видите, хотя вот эта сторона вся ровненько идет. Вот здесь вот тоже. Вот с этого места. Вот здесь видно эти бугорки. Ну и вот самое такое тоже красивое. Вот тут уже нету этих бугорков. Где-то это важно, где-то это не важно. Но мне кажется, как вариант. Хотя, если вам пряжа требует прямо явного, явных красивых убавок, чтобы они были видны. Вот это здесь была убавка. То, конечно, можно ничего не разворачивать и не заморачиваться. Но почему-то в этом варианте очень видно. Вот такая шапка была мною уже связана с этой пряжей. 77 цвет. Это газал альпака эйр. Есть видео. И сейчас вышло уже два видео на эту шапочку. Это она уже после стирки. После стирки она не поменяла форму. Стала чуть более плотнее. Ну, даже не плотнее. Чуть-чуть полотно, как будто бы такую какую-то монолитность приобрело. Я не знаю, мне кажется, и плечевые изделия вообще классные. Или шарфы что-то. Это что-то нереальное. Мягкое, красивое. С такой классной мягкой пряжей я еще не вязала. Эта шапочка больше размером. Так, одену сразу сережку. Потому что забуду. Эта шапочка больше размером. И вот так она может подворачиваться. Здесь такой хороший подворот может быть. Вот клин закрыт. Здесь видно. Вот здесь видите эти точечки? Это вот развороты этих петель. Ну, не знаю. Тут может быть не так это заметно. Не так принципиально. Просто постирала. Просто высушила на ровном. Давайте изнаночную сторону покажу. Вот такая изнаночная сторона. Тоже хорошо ложится пряжа. Валик этот все равно, конечно, будет подворачиваться. Ее можно носить без подворота, с подворотом. И еще такой момент. Мне кажется, что можно эту шапку лицевой гладью, конкретно с этой пряжи. Начинать вязать не на спицах 4, как сейчас я вяжу. Все шапочки я вяжу на спицах пони номер 4. Именно с этой пряжи. Есть шапочки, которые я вяжу на 120 петлях, на 104 петлях и так далее. Кратные 8 или 4. Вот здесь можно было начинать не на 4, а на 3,75 петлях. А потом чуть-чуть перейти. Вот тут бы она тогда ложилась аккуратнее, мне кажется. Но можно зато, смотрите, какой отворот делать при желании. Ушки достает и носить без отворота. Здесь размер больше 56-57-58. Вот этот размер я вяжу меньше. Но мне кажется, что здесь даже, здесь уже, да, здесь 57-58, здесь 55-56. Но мне почему-то кажется, что и пряжа отличается. Скорее всего, есть моменты, где пряжа может отличаться чуть-чуть. Спицы те же, руки те же. А может быть, я плотнее начала вязать. Потому что после стирки шапка особо не меняется. Но она подтягивается чуть-чуть после носки. Да, я думаю, что она в носке чуть-чуть растягивается. Скорее всего. Хотя здесь же и на два размера больше. Но пока нет у меня каких-то выводов. Вот эту буду пробовать уже больше по моему размеру. Вот она вот такая оранжевая шапочка. И она будет короче. Я здесь начала закрывать раньше. Видите? Вот она будет короче. То есть у меня буквально здесь пару рядочков, и я закрою. И отворот будет такой небольшой. Отворотик аккуратненький. В районе ушек такой модненький отворот. Всё. Вот такая шапочка. Здесь и пряжи больше остаётся. Тут совсем мало оставалось пряжи. Здесь и пряжи больше остаётся. Вот. Так. Две шапки. И вот этот снуд. Вот этот снуд. Это комплект. Это комплект, который в одной цветовой палитре, но связан с разной пряжей. Это носочная пряжа. Это Газал Альпака Эйр. Это Ализе Вултайм. А это Альпака Эйр. Но они все обе в такой осенней гамме. Мне кажется, классно. Очень хорошо выглядят. Сейчас посмотрим. Кстати, вот эта шапочка. Но нет, это сюда не очень идёт. Сюда хорошо подойдёт. Вот с такими серыми какими-то вкраплениями, я думаю. Мне нравится этот снуд. Он такой хороший. Я уже говорила, что этот снуд можно одевать и на голову. То есть вы его одеваете, потом как будто бы снимаете, но не до конца. И вот эта часть, где резинка связана 1 на 3, нерегулярная, а дальше лицевая гладь, она плотно-плотно облегает и ушки, ну как шапочка. За счёт вот этого удлинённого окончания спокойно можно сделать такой конвертик. И всё, и у вас вот такая шапочка в виде чулочка. Здесь лицо, а здесь вот красивенько так заложить. И такой можно носить вариант, если потребуется. Нравится мне этот снуд. Он струящийся, просто струящийся. Всё, что касается носочной пряжи, очень мне нравится. Посмотрим. Вот, кстати, этот комплект, конкретно вот эту помаранчевую шапочку и этот снуд я буду отдавать. Вот эту шапочку я буду, конкретно вот это изделие, я не буду отдавать. Но у меня есть ещё такой же моточек, и я должна буду связать её ещё раз. В таком же размере, я думаю, что чуть-чуть всё-таки я сделаю меньше высоту. Потому что вот здесь такое есть, чуть-чуть торчит, а как будто бы не хотелось бы, чтобы она торчала. Кому-то нравится, а вот здесь будет чуть-чуть торчать. Вверху, таким красивая макушечка, она будет немножко торчать. Но есть у меня ещё другой осенний цвет этой пряжи. Я сделаю обязательно для себя вариант. Мне она очень понравилась. Вот такую ещё носочную пряжу перемотала. У меня есть очень много случайных клубочков. Один-два клубочка. Вот очень много случайных клубочков. Поэтому я в данный момент перемотала. Здесь у меня три ниточки. Это газал, не знаю что. Вот она средняя. Видите, даже забыла что. И носочная пряжа в две ниточки. От Ализе. Такого шоколадно-коричневого цвета. Вот такой вариант. И для того, чтобы снуд в комплект к этой шапке не был таким же. Хотя мне и на снуд хватит. Может быть и шапка, и снуд всё с одной пряжи. Но буду выдерживать вот такую палитру. Отсвечивает. Оно почему-то очень так поблёскивает. Блеска такого, такого грандиозного блеска нету. Который сейчас нам лампа высвечивает. Но попробуем. Но нет. Окей. Вот так что здесь можно сказать. Ой, здесь снуд уже постиран. Сейчас нужно закрыть шапочку и быстренько постирать. Она сохнет в мгновение ока. Значит, стираю на 30 градусов 600-800 оборотов. 30 градусов полчаса. 600 поставьте. 600 оборотов. И даже ставлю на отжим. Потом просто вот так вот раскладываю. Она уже полусухая. Этот снуд сох чуть подольше. Потому что насочная пряжа такая. Там больше она на 75% шерсти. И здесь толстая насочная пряжа. И он сохнет ну всю ночь прямо. А этой шапочке понадобится буквально в тёплом месте. Часики она готова. Прячу хвостики перед тем, как стирать. Но не обрезаю. Прячу. Они там так хорошо проваливаются. Валяются, валяются. И всё. И потом только после того, как высохли, смотрю, как они там попрятались. И всё. И только потом обрезаю. Так. Вот такие комплекты. Вот такие шапочки. Сейчас я вам сложу. Эта шапка. Эта шапка большого размера. Но я сейчас вам её сложу. Ушло чуть меньше моточка пряжи. Вот смотрите. Она такая тонюсенькая. Вот эти шарфики Софи можно вязать. Всё что угодно. Можно такие делать платочки. На эту шапку можно вывязывать пряжи больше. Тогда будут хорошо закрываться ушки. Будет большой отворот. И два раза 100% закроются ушки. Либо всё-таки делать короче, чтобы она смотрелась красиво и элегантно без отворота. Вот это я немножко просчиталась. Я её сейчас ещё раз перестираю. Перестираю её, чтобы она так чуть-чуть подсела. Но она не подсядет. Она просто станет немножко меньше. И по такому же принципу ещё свяжу одну шапочку. Попробую ещё спицы 3,75 взять. Провязать сантиметров 8. А потом перейти на четвёрку. Чтобы низ шапочки не расходился в стороны за счёт вот этого рулика при носке. И хорошо прилегал, когда шапочку отворачиваете. Попробую такой вариант. Я кшшшу-шу-шу-то у меня ещё один. Её 77-й цвет. Вяжется она быстро. Около трёх часов. Если ни на что не отвлекаться, за два с половиной часа, два сорок, вы уже можете стирать её. Да, я бы так сказала. Но это, если вы вяжете быстро, вы знаете, как уже делать здесь убавки все. Ну вот я её вяжу где-то за три часа. С разными там попить кофе, что-то посмотреть, отойти. Но это такая работа. Сели и делаете. Пряжу эту я покупала, покупала в Киеве, в Кэнди Ярн. Есть ещё она в разных магазинах, но нужно смотреть по цене. Нужно поискать, чтобы она была адекватная стоимость. Потому что иногда встречаю слишком, слишком какую-то дорогую цену за моточек. И как-то не очень мне такая цена импонирует. Так, всё. Мне просто нравится, кажется, мне нравится трогать эти шапки. Поэтому вот такие изделия, готовые шапочки и будущие снуды. А может быть и шарфик здесь какой-то получится. И продолжаю мотать вместе махер с носочной пряжей. Тоже мне нравится, как красиво получаются вот такие компоновки. Здесь у меня будет одна ниточка мохера и одна ниточка носочной пряжи. Мне кажется, тогда будет лучше виден рисунок. Но уже будет потоньше. Тут уже на четвёрочке не повяжешь. Здесь нужно будет брать троечку, наверное. Да, где-то так. Может, три с половиной. Потому что, если взять тройку, после стирки мохер откроется. И слишком полотно может быть очень плотным. Очень. Не хотелось бы. Но нужно будет попробовать на чём вязать. Всё. Довязываю. Это я так целый день записываю, показывается.